всем привет а вот я на утром занимаюсь хлебом замешиваю это у меня закваска была сейчас я ее вымешаю этот хлебушек закваску эту вымешаю превращу и превращу ее в тесто для хлеба и будем выпекать выпекаем чем лучше вымесишь тем лучше хлеб это понятно конечно в преддверии праздника надо хлеб чтобы был а не так до последнего кусочка как утро фиг от кашляешься так вроде не болеешь а почему-то так рукой все вмешивается это понятно всем рука есть рука качается и камера качается вот так был наш домашний хлебушек чем лучше вымесишь тем вкуснее хлеб я всегда в чашке замешиваю потому что хлебопечка же она потом еще мотает этот колобок теста этому не страшно но вымесить желательно хорошо это надежнее если плохо вымешено то донышко хлеба как-то такое плотное как не пропеченная кай такой слой на дне хлеба на донышке хлеба булки как плотная как не как будто не пропеченная это мне не нравится когда вымесишь сам то уже полностью хлеб ноздреватый до самого дна мухамки поэтому стараюсь вымесить почему на опаре предвижу вопрос может кто-то не задаст но подумает на опаре всегда хлеб воздушнее во первых во вторых он как-то и пахнет по-другому и подъем он так-то поднимается хорошо но на опаре как-то вот все равно хлеб вкуснее я не знаю как объяснить мне он вкуснее он и пахнет по-другому поэтому я вчера что мне лень поставить что ли главное не забыть а так-то вымесить надо хорошо я масло постное тоже сюда не добавляла я только когда колобок сделаю который надо отправить хлебопечку я его смажу маслом чтобы он катался лучше по хлебопечке не застревал на флажке на этом который мотает его потом наматывается вот такой вымесить надо хорошо вот я уже по времени не показала но у меня вот онлайн прямо как я поставила начала вымешивать сколько минут три минуты прошло минут пять сама мало надо вымесить чем больше туда воздуху мы забьем вымешиванием мы же воздух туда забиваем он пышнее будет вкуснее вкуснее домашний хлеб это же очень хорошо водичка фильтрованная дрожжи знаешь какие не французские химические а прессованные никаких добавок вкусовых ничего когда вот вот так все хорошо так растягиваешь и слаживаешь растягиваешь и слаживаешь за счет этого туда в поры воздух мы загоняем то очень хорошо вот сапары вам такой душистый грамот не дрожжами так вот а вот совсем по другому но прессованные дрожжи они больше запахом вот такого кваса а вот ты когда сухие дрожжи там как-то такой насыщенный дрожжевой вкус навязчивый такой а это такой вот слабенький такой ну совсем другое просто прессованные дрожжи очень сложно найти в магазине куда они подевались не знаю я хорошо от свои привезла с биробиджама там у вас еще были не знаю сейчас есть или нету а вот в комсомольске мы найти не могли прессованных дрожжей нет но всяком случае где когда-то были сейчас нету я сам переберу там отдел такой есть специально не специально но я знаю где они лежат я сейчас на прессованных все делаю совсем другой вкус все по другому вот 6 минут я уже его вымешиваю все как вроде в прямом эфире без всяких сокращений я ничего не выбрасываю когда снимаю видео я просто если несколько моментов у меня отдельно я их просто склеиваю конвертирую и все и выпускаем как есть одна женщина пишет но она так похожа на хейтеров она не то что там что-то посоветовать а прямо слышно как она ну вот хочет человека унизить говорит что вы поснимали сухую траву кому это надо вы снимаете такое для своей семьи представьте если каждый будет ну я так предполагаю что ты интонация я же не слышала она написала но я так и полагаю что он так говорит вот если каждый будет что попало выставлять а так и получается я же смотрю некоторые за дня в день показывают завтрак животных одних и тех же не те же слова и за дня в день но им так нравится они так живут больше не придумаешь если по-другому не живешь а я приехала она говорит про то видео где просмотров две семьсот что я там траву нас не мало и вообще научились видео снимать и думаете это все надо учиться с них но я не могу я и говорю ну вы ж не смотрите ради бога моя ласточка не смотрите вам не понравилось как я сняла что-то там я же не журналист я же не специально сняла эту вот разруху эту расформированную воинскую часть я случайно я пошла гулять я погуляю с собакой и просто сняла пахало что вот жалко что все она зачем это на показ или ну дам ты целую лекцию не прочитала я говорю ну вам не интересно но 2 700 посмотрели люди многие спасибо сказали кто там служил мужчин наоборот кто-то жил здесь тоже спасибо сказали хорошо что сняли ну а как я сняла это мое дело это мой канал у меня и название такое сам себе режиссер как хочу так и снимаю и замечание если делают ну я отвечу конечно если вам не нравится вы не смотрите ради бога и она так сказала что если каждый так будет снимать ну ради бога я бы рада была чтоб каждый снял там где живет что-то такое где гуляет ходит я бы городов много там селений узнала а некоторые просто в квартире снимают как утром встали как чаю попили как поговорили о чем-то на душе накопленное это же каждого тела но конечно кто канал делает для познавательный такой показывает как варить как как варят как стряпают обучают как уроки это тоже большое дело но мне не нравится я не особо смотрю такие каналы потому что я уже жизнь прожила я уже меня ничем не удивишь что как варите как стряпать но это иногда если посмотрю что-то беру для себя но такого интереса у меня нет чтобы все время кулинарные смотреть а молодежь хвалит показывайте мы учимся ну как так взять и сказать ты траву одну поснимала сухую учись мол а то научилась только но с камерой и все она же меня абсолютно не знаю чего я умею чего я не умею наше время нас всему научили мы с 2000 года на компьютерах нас всего научили по работе и так поэтому канал то снимаем так как душа у нас просит они как я ж не по заказу почему это не нравится переключайтесь ну вот такая вот была женщина я зашла к ней и у неё там три видео непонятно про что но видимо кому-то ей понятно видимо кому-то может быть тоже зайдут но тоже не просмотров ничего там у нее нет два подписчика обучает у меня тоже нет подписчиков но я работаю на канале не ради подписчиков там лайков и мне это я понимаю что мне это не грозит потому что все таки не всем действительно интересно а в основном я это делаю вот как я и говорила чтобы время у меня уходило я люблю общение я когда разговариваю мне кажется с кем-то разговариваю еще люди если вот человек 8 5 все время откликаются они говорят показывай подбадривают поэтому даже если у меня 5 7 человек меня смотрят постоянно я им большое благодарственное письмо написать хотела бы но навязываться тоже с благодарностями лезть тоже не очень-то мне хочется человек посмотрел сказал свое мнение спасибо ему дай бог здоровья анечка всего часто вот мне сереже снова как забыла нижний новгород подмосковья женщина ну где-то пропала еще одна время смотрела меня с португалии они сможем там что-то где-то не видно их не снимает скафету передавали о весне мы говорили но как-то все равно есть круг какой-то небольшой общение как же так совсем вот ты траву сняла научилась мол камерой и чё попало мозг запускаешь но для этого и канал это если все так будут так я еще хуже для меня тоже что-то странное когда человек пишет то что мне не интересно и одно и то же это же кому-то интересно подписчики есть просмотров по 300 это же тоже всех разное смешные такая подмосфера фейтерша я говорю но если не интересно людям как это я траву сухую сняла на этом еще любил и упал я же не думала что такой вот то почему 2 700 просмотров по вот я и так написала на больше пока ничего не отвечает вот я не только траву сухую я сняла завод самолетостроения в комсомольске завод подводных лодок сняла вот поэтому не только сухую траву по городу я сталинки сняла улице сняла там набережная амур набережная там речной вокзальчик я сняла там ремонт и нет ну сверху драматический театр около него походили зашли до молодежи зашли посмотрели почему только траву то надо смотреть сначала блогера побольше а потом говорить ну вот я гуляла с собакой я увидела вот эту разруху мне конечно неприятно стало но я по пути гуляла аж не то что экскурсию где гуляла там снимала не то что там специально как журналист вот смотрите смотрите что у нас делается просто пахало что вот действительно вот и все вот считаю что вы неси на все так что я никогда никому замечание не делаю я просто но я вижу что ли надоел ли это не для меня всех же разные я просто не смотрю все чего я буду человеку командовать что ему делать конечно нет так что вот так вот сейчас смажем маслицем и все вот колобочек сделаем он заложила колобок сюда сейчас включаю я печку запищала печка так включаем и поджаристая включаем так закрываем конечно то я включила сейчас и старт 2 часа 50 минут будет сначала вымешивать потом подогревать потом опять вымешивать и будет у нас хлебушек хороший постелил и пока еще ничего такого нет хорошего такого чтобы все это соответствовало все это планах еще видно будет пока девушки зарабатывают как могут с работой не вылазит потому что хочет хорошую квартиру получше малинку они здесь 10 лет прожили дуги и конечно уже хочется что-то другого когда ничего не было рада были этой квартире конечно а то столько было неудач столько было всего попала она в годы разрухи в 90-е ей не повезло конечно же и вообще по жизни плохо пропекала печка я пришла вижу что я тесто переборщила но ничего чуть-чуть вылезла не страшно бывало и больше вот такой получился хлеб полубелый будет оставать хорошо потому что я вижу что тут уже зазоры только сейчас открыла стучит сейчас возьму рукавичку достану и покажу уже когда он будет вытащен с печки вот извлекла из держи ну в чё же он не будет вылазить тут килограмма полтора хлеба он 680 граммов сама больше рассчитан так флажок пока не убираю чтоб туда воздух не попал и не заклёкнул хлеб когда воздух упадет горячий хлеб он клёкнет поэтому пока он остынет вот такой решеточки здесь у меня нет я в чашку такой хлебушек полубелый белый полубелый все нормально со всех сторон показываю остынет и будет у нас хлебушек мягкий воздушный ну резать то завтра только буду ну по ходу если завтра буду снимать то и резанный потом покажу кусочки я часто так делаю на завтра резанный показываю доказывать обманывать там мне смысла нет как есть так и есть я ж не на выставку и на премию вот такой хлебушек 어야 а и у